МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас приветствует информационная служба 1-го карагандинского. В студии работает Ирина Камышова. Здравствуйте. В ближайшие 20 минут мы вам расскажем. В Караганде стартовало единое национальное тестирование. В шахтерской столице снова бастовали рабочие. Казахстан отмечает День государственных символов страны. Три буквы, которые решают все, в Караганде стартовало ЕНТ. Для проведения единого национального тестирования определены три пункта. С 4 по 6 июня более 5,5 тысяч школьников в области будут определять свой уровень знаний. 260 из них претендуют на получение Алтенбельгэ. И еще 142 на теста с отличием. С утра Карагандинский экономический университет на осадном положении. С 8 часов, как учащиеся 26 школ гордой области запустили в аудиторию, родители не расходятся по домам. Им отведено место в университетской столовой. Кто-то нервно пьет чай, кто-то переговаривается с знакомыми. У всех на устах одно – ЕНТ. Это буква сочетания завораживает. Как там их дети? Хватит ли отведенного времени, чтобы правильно ответить на 125 вопросов? Наверное, все-таки это маловато. Детям 5 предметов, 3,5 часа собраться и с одного предмета на другой переключаться. Наверное, 3,5 часа – это очень-очень мало. Не мудрено, что можно за голову схватиться. В самом ВУЗе тишина. Металлоискателей и глушилок мы не обнаружили. Секьюрити, как и положено, зорко отслеживали, чтобы никого постороннего даже близко не было в здании КЭУ. В аудитории, где сдают ЕНТ, не пустили даже представители общественных организаций. Время неумолимо отчитывает минуты и секунды. За дверью уже собрались встречать своих детей родители. Со счетом или на счете и никак иначе. Всем нужна победа. В этом году ЕНТ проходит на высоком уровне. Сегодня утром провели пятиминутку с абитуриентами и родителями. Они были ознакомлены с требованиями министерства. Затем учащиеся в сопровождении родителей, преподавателей, учителей, с разрешения государственной комиссии, прошли к аудиториям. И началось тестирование. Из министерства приехало 9 человек. Они все работают в аудиториях. Сегодняшнее тестирование в нашем университете оснащено всем необходимым оборудованием. А вот и первый представитель сдавших ЕНТ. Как там все происходит? Прошло вроде нормально. Теперь будем ждать результатов. Ну как ты думаешь? Насколько вопросов ответил? Не знаю. Понимаете? Нормально все происходит? Да. Ну вроде нормально. И вот наконец потянулась цепочка остальных сдавших ЕНТ. Родители по выражениям лиц детей пытаются понять, как прошло тестирование. Кто с улыбкой, кто с замученными глазами, школьники предстают перед своими родителями. Времени очень мало дается. Вот допустим, там выходит почти на каждый вопрос по одной минуте. Допустим, ну как можно математику решить за одну минуту? Вот я, допустим, против того, что вот времени мало, очень мало даже времени. Среди ждущих потенциальный жених одной из выпускниц, причем выбрал себе будущую жену из отличниц. Ожидание очень выматывает, очень тяжело. Переживаю очень сильно. Выходит ее одноклассница, одноклассники. Кто-то плачет, кто-то сознание теряет. Все страшно. В общем, не знаю, чего ожидать. Боюсь вообще. Переживаю. ЕНТ действительно вымотало всех. И детей, и родители. Всем хочется высокого результата. Из-за этого издают порой нервы. Но главное, сотни и сотни школьников сегодня получают право на дальнейший выбор своей судьбе. Первый шаг сделан. Сергей Высокозов, Марат Культенов. Первый Карагандинский. В Караганде снова бастовали рабочие. На этот раз свое недовольство высказали работники завода «Фторпром». Заводчане уже третий месяц не получают заработную плату. С марта они пытаются добиться своих денег, но все безрезультатно. Что станет с металлургическим заводом и будет ли расчет по долгам, узнавал наш корреспондент. Нас бросили на произвол судьбы. Люди остались на улице. Заводчане возмущены. Уже несколько месяцев работники «Фторпрома» не получают зарплату. По словам митингующих, работодатель задолжал им больше 60 миллионов тенге. 2 мая коллектив без предупреждения отправили в отпуск без содержания. Сказали, если кто не напишет отпуск без содержания, то пускай пишут вообще на увольнение. Мы остались без ничего, без зарплаты, без ничего. У людей дети, у людей кредиты у всех. В долгах, как в шелках. Само предприятие задолжало своим кредиторам миллионы. Банковские счета «Фторпром» арестованы. В нашем понимании это чистое мошенничество. Андрей Витик – один из кредиторов компании «Фторпром», в своем мнении категоричен. Мужчина присутствовал на недавнем собрании с руководством и учредителями металлоперерабатывающего предприятия. Дела, которые проворачивает собственник, по его мнению, мутные. И свои деньги не получат ни работники завода, ни кредиторы. Они обещают, что не будут вкладывать туда огромные деньги, что погасит задолженность в течение какого-то времени людям. Но реально, когда мы посмотрели этот план, он абсолютно ничем не обоснован. Люди не получат свою зарплату определенную. То есть в течение этого периода, если это не будет какое-то волевое политическое решение, там Акимата, если на них недавно не надавят, или прокуратура, может быть. Но в рамках закона они ничего не получат, я вас уверяю. Потому что там ничего не просматривается. Основной учредитель «Фторпром» от комментариев отказался. Торопясь, сел в дорогую иномарку и уехал. Между тем, в сложной ситуации могут оказаться и другие предприятия северной промзоны. Все дело в том, что энергопередающая организация «Тимирши» в «Фторпром» тоже должен 15 миллионов тенге. Мы не можем делать предоплату за электроэнергию, которую с нас требует энергоцентр. И в течение, допустим, трех дней они нам ставят в известность и отключают от потребления энергии всю северную промзону, где помимо «Фторпром» еще 16 предприятий, где тоже там около тысячи человек рабочих. Сейчас завод стоит. Здесь, по словам директора, модернизируются оборудования. И это в то время, когда около 500 рабочих остаются без средств на существование. Чтобы это не повторялось, мы сейчас модернизируем, чтобы эти же люди не страдали в дальнейшем, чтобы улучшить их условия работы. Выплата заработной платы будет до конца июня, этот вопрос решится. Ирина Камышо, Ужас Габасов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Более 500 карагандинцев сегодня выехали на улицы города на велосипедах. Велопробегом Караганда отметила День государственных символов Республики Казахстан. Самому молодому велосипедисту всего шесть. Самому старшему из участников веломарша – 63 года. Государственным символом в этом году 21 год. Велопробег по этому поводу в Караганде стал традиционным. За рулем велосипедов – школьники, студенты, спортсмены, военнослужащие, ветераны и любители спорта. Автомобили на велосипеды сменили и большое количество чиновников. Среди участников веломарша – Акимобласти, Баужан Абдишев. Государственные символы нашей республики – флаг, герб, гимн – олицетворяет его историческое прошлое, культурное наследие, стремление к достойному будущему. Является предметом национальной гордости. Велопробег стартовал на площади перед Ледовым дворцом Караганды-Арена и прошел по дорогам юго-востока. Пробег собрал более 500 патриотов-приверженцев здорового образа жизни. Сегодня символичный для Казахстана праздник. Хочу всех поздравить. Пусть наши госсимволы поднимаются на высокие пьедесталы. Пусть наш гимн гордо звучит, а Казахстан процветает. Наиболее отличившихся спортсменов наградили памятными подарками и почетными грамотами. Отметили самого молодого участника акции. Ему всего 6 лет. Самому старшему 63 года. Кроме того, каждый велосипедист получил сертификат об участии в пробеге. Ирина Камышова, Ужас Габасов, Марат Куртенов, 1-й Карагандинский. Массовыми гулянями отметили День госсимволов Казахстана в Центральном парке. Сюда, несмотря на ненастную погоду, пришли сотни горожан. Праздничный концерт организовал Акимат Караганды. Для пришедших пели и танцевали творческие коллективы. Мероприятием пытались поднять патриотический дух карагандинцев и показать любовь к родной стране. Мы отмечаем день рождения нашей символики. Я довольна этим, что пришла в этот парк. Несмотря на непогоду, отличное настроение. Помимо концерта, организованного Акиматом Караганды, в организациях и предприятиях города проводятся различные мероприятия и акции, цель которых – воспитание патриотизма, популяризация государственных символов Республики Казахстан как основных факторов единения страны. В прокуратуре области День государственных символов Республики Казахстан встретили по-особому. Сегодня сотрудникам надзорного органа вручили погоны с новыми званиями. К этому дню отнеслись патриотично. В стенах прокуратуры это мероприятие проводится ежегодно. День государственных символов сегодня встретили в торжественной обстановке. Сотрудникам управления показали короткометражный фильм о национальных символах и ценностях. По словам главы управления областной прокуратуры Маргулана Калиакпарова, гражданин страны должен знать значение каждого символа. Генеральный прокурор по Карагандинской области вручил каждому сотруднику управления погоны с новыми звездами. Повышение по службе удостоился представительница прекрасной половины человечества. Сегодня в такой торжественный день, в праздник государственных символов Республики Казахстан, приказом генерального прокурора мне присвоен очередной классный чин, младший советник юстиции. Я очень горжусь этим званием, думаю, что буду достойно носить эти погоны, буду достойно представлять интересы государства как в суде, так и непосредственно во всех учреждениях. Каждый гражданин Республики Казахстан обязан соблюдать наши все государственные символы. Надзорный орган Караганды надолго и всерьез занялся проблемой алименщиков. Если люди не понимают своих обязанностей по отношению к собственным детям, их надо попросту заставить оплачивать необходимые расходы на ребенка. И у государства есть немало законных рычагов, позволяющих это сделать. Исполнительные документы, находящиеся в производстве судебных исполнителей, насчитываются тысячами. Время уговоров и объяснений прошло. Настало пора действовать жестко и принципиально. Так, на производстве судебных исполнителей октябрьских территориальных отделов находятся более трех тысяч исполнительных документов. В взыскании алиментов с должников в количестве тоже более трех тысяч человек. Из них 1208 человек являются безработными и не имеют постоянного дохода. В этой связи прокуратура района направлены в списки, уполномоченный государственный орган для постановки этих должников на соответствующий учет для последующего их трудоустройства. Прокуратура Октябрьского района проводит совместные с судебными исполнителями мероприятия, чтобы защитить права несовершеннолетних. Но при проверках были обнаружены факты неэффективного поиска должников. Так, встречной проверкой проведенной прокуратурой района было установлено шесть должников, находящихся в розыске, из 26 в общем объявленных в розыск, которые все проживали по адресам, указанным в исполнительных документах. Один из которых был привлечен к административной ответственности, имеется вступившее закону силы постановления административного суда по статье 524, то есть за неисполнение судебных требований и судебных актов по уплате алиментов. От положенных платежей сложно увернуться. Некий гражданин Аспанов дождался, что судебные исполнители арестовали его машину. Столь строгое предупреждение не возымело действие. Время увещеваний закончено, господа. Прокуратурой района будут приняты меры по привлечению виновных лиц к административной ответственности вплоть до уголовной. Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. В октябре пройдет бизнес-форум Казахстана и Румынии, в котором примет участие делегация из Карагандинской области. Об этом стало известно в рамках встречи главы региона и посла Румынии в Казахстане. В ходе визита в нашу область послу Румынии Николай Урике рассказали о работе, проводимой по социально-экономическому развитию региона, а также о внешнеэкономических связях и инвестиционных возможностях края. В Карагандинской области румынская диаспора насчитывает около 4 тысяч человек. В 2005 году было создано румынское этнокультурное объединение Дакия. Говоря о внешнеэкономических связях, глава региона отметил, что внешнеторговый оборот Карагандинской области с Румынией составляет свыше 8 миллионов долларов. На сегодняшний день в регионе действует более 450 совместных предприятий с участием иностранного капитала. Я хочу сообщать вам, что в октябре этого года будет организовать форум бизнес между Казахстаном и Румыней. И в этом форуме будут пригласить экономические предприятия, которые сейчас находятся в Караган. Эти наши встречи позволят еще выйти на новый уровень дружеских и братских взаимоотношений между нашими странами, в частности, в нашей области. Сигареты на сладости. В Тимиртау во Всемирный день отказа от курения прошла акция по обмену табачных изделий на конфеты. Инициаторами такого бартера стал Центр формирования здорового образа жизни. Цель мероприятия – хотя бы на день заставить людей бросить вредную привычку. Подобные акции Центр ЗОЖ проводит уже не первый год. Правда, в таком необычном формате впервые. По улице ходил человек в образе смерти. Рядом с ним большая сигарета. По задумке организаторов, при виде такой картины заядлые курильщики не закурят, а люди не курящие никогда к сигарете не притронутся. Одной миниатюрой они решили не ограничиваться. В этот день горожанам предлагали обменять сигареты на сладости. 31 мая – Всемирный день отказа от табакокурения. Мы проводим акцию, посвященную этому дню, и призываем людей не оставаться равнодушными к этой проблеме. Детский магазин «Играйка» в День защиты детей провел праздничную лотерею среди маленьких покупателей. Всех пришедших на шоу горожан ждали конкурсы, концерт и подарки. На празднике было многолюдно. Всем хотелось посмотреть на счастливых обладателей лотерейных билетов. Ведь если есть билет, значит, есть шанс выиграть приз. О подробностях праздника поведала директор Детского мира «Играйка». В честь праздника, День защиты детей, мы уже не первый раз, уже второй год проводим, с момента открытия Детского мира «Играйка», проводим такие акции, праздники для детей. У нас сегодня разыгрывается больше 30 подарков в лотереи, и более 200 подарков небольших выделено для детей, те, которые не выиграют в лотерею, но танцевали, играли и пели вместе с нами. Неудивительно, что все старались поучаствовать в конкурсах, ведь главный приз – спортивный велосипед. Подарки, ну, много, мягкие игрушки, вертолеты радиоправляемые. Самый главный приз – это велосипед, спортивный велосипед и прогулочная коляска. Приглашенные артисты развлекали детей и взрослых танцами и пением. Ты поплотила? Да! Так, вот она родилась. Это у нас мальчик, да, победитель? Ура! Как тебя зовут? А девочка? Мать зовут? А сенний? Победители искали путем случайного выбора бочонка. Если номерок совпадал, участник получал свой приз. Этот мальчик стал первым победителем лотереи. Его призом стала игрушечная машинка. Не с пустыми руками ушла и восьмилетняя Дарья Беляева. На розыгрыш она пришла вместе с мамой. Мы пришли на день рождения покупать подарок, купили ролики. Нам дали купон, и вот мы выиграли приз. Стол? Да, стол, игрушечный стол. Амина Смакова, Жаслана Мандыков, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Какими спортивными событиями запомнился этот день, расскажет мой коллега Берик Апаров. Здравствуй, Берик. Спасибо, Ирина. Спортивные новости через пару секунд. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Алюгал, Галвин, Херкюль. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Алюгал. Алюгал производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Алюгал – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легко в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Алюгал адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это Алюгал. Начнем, пожалуй, с главной футбольной новости не только Караганды, но и всего чемпионата Казахстана. Лучший бомбардир казахстанской премьер-лиги, нападающий футбольного клуба «Акжаик» из города Уральск. Игорь Зинькович пополнил состав шахтером. 25-летний белорус подписал контракт с чемпионом на полтора года. Это первое качественное усиление карагандинского клуба в преддверии Лиги чемпионов. В Караганде стартовал чемпионат Республики по дзюдо. На главный турнир страны свои команды делегировали город Алмата, Астана и 14 сборных областей Казахстана. В карагандинском спорткомплексе «Жастар» стартовал молодежный турнир по дзюдо среди мужчин и женщин в возрастной категории до 23 лет. Всего на турнир прибыло около 150 участников со всего Казахстана. Это один из очередных этапов отбора. Безусловно, мы смотрим, кто как борется, и идет пополнение как молодежной сборной, так и национальной сборной. Но прямого такого сказать, что формирования сборной на основе этих соревнований, такого нет. Последние бои и торжественная церемония награждения победителей состоятся 5 июня в спорткомплексе «Жастар». В шахтерскую столицу съехались лучшие молодые игроки в настольный теннис. В Караганде стартовал юниорский чемпионат Казахстана по настольному теннису. В Караганду съехались юные теннисисты 2000 и 2002 годов рождения для выявления лучших в стране. Открытый чемпионат Казахстана по настольному теннису среди юниоров собрал около 400 участников со всей страны. Карагандинская сборная завоевала первое общекомандное место, второй стала командой из города Тарас, а бронзу увезли спортсмены из Шимкента. Наши девочки заняли первое место, а также мальчики 2002 год, тоже младший возраст, также заняли первое общекомандное место. Ну и хочется пожелать им дальнейших успехов именно в настольном теннисе. На этом у меня все. Любите спорт. Ирина, слово тебе. Спасибо, Берек. Наш выпуск подходит к концу. Напоминаю телефон новостной службы 1-го Карагандинского, 42-06-49. Звоните, делитесь интересной информацией. Смотрите нас завтра в это же время. Всего доброго. Аман Сау Бонзер. Субтитры подогнал «Симон»!